Добрый вечер. О новостях дня вам расскажут корреспонденты Бюро новостей Давича и я, Ксения Фрик. Смотрите в этом выпуске. Гост в студии со специалистом управления ветеринарией обсудим, чем опасна рыба из вятки. Штрафы не останавливают. Кировчане продолжают жаловаться на собаководов, которые гуляют с питомцами там, где это запрещено, в парках и на детских площадках. Чем чреваты такие прогулки и почему хозяева животных игнорируют запреты? В материале Евгении Бакиной. Качели, песочница, зона для игры в футбол. Детская площадка Намира 41 – любимое место отдыха местных жителей. Однако привлекает она не только людей, но и животных. Регулярно кировчане приводят сюда собак, жалуется Елена Стародумова. Девушка гуляет здесь с ребенком и ежедневно наблюдает картину, как на площадке резвятся четвероногие. И все бы ничего, говорит Елена, если бы не животные, не ходили здесь в туалет. Иногда бегая по траве, ребенок или даже многие взрослые наступали на собачьи фекалии, потому что нас взрослые не убирают за своими собаками. И если ребенок наступит в фекалии, то он может с грязными сандалями прийти в песочник, это все размажется в песке, там куча детей сидит, они и пальцы в рот. В социальных сетях кировчане продолжают активно обсуждать собаководов и жаловаться на них. Речь о музыкальном сквере на Карла Липнихта 79. Информация о том, что выгул собак на территории запрещен, никого не останавливает. Пошла гулять туда с ребенком и была удивлена, но там толпа собаководов и огромные, просто большие собаки бегают. Я прошла мимо и сказала, что выгул собак запрещен, а мне в ответ ухмыльнулись. Вспоминая, как неадекватная собаковод шапнула ребенка и обрызгала из перцового баллона мать, то я просто взяла малыша в охапку и убежала. Местные жители попытались вместе найти ответ на этот вопрос, почему хозяева введут своих питомцев в музыкальный сквер, игнорируя запреты. Но договориться не получилось. Так отведено, что вот вы гуляете здесь, ну к примеру я говорю, а нигде нет, ну куда кошку-то, что в подъезде или собаку в подъезде, все равно нужно какой-то тоже выгул. Знаки висят, а вот альтернативного места для выгула собак нет. К слову, единственная оборудованная площадка для животных в Кирове есть только в Кочеровском парке. Появилась она там в прошлом году. Это специально огражденная двухметровым забором территория для выгула собак. Ее площадь 2100 квадратных метров. На ней расположены снаряды для дрессировки, урны для экскрементов и лавочки. Также на площадке грунтовые покрытия и фонари, благодаря которым можно выгуливать собак и в темное время суток. Кировчане надеются, что специально отведенная зона для выгула собак появится и в других парках. Но когда это произойдет, в администрации не уточнили. Но напомнили о том, что в Кирове действуют правила благоустройства, в которых прописаны и нормы содержания домашних животных. Собака должна быть в наморднике и на коротком поводке при выгуле на территории города. Не допускается, опять же, выгул собак в свободной форме, без присмотра. И не допускается выгул собак вблизи не менее 40 метров от спортивных, детских площадок, образовательных, лечебных учреждений. Но этот перечень территорий, он определен как раз этими правилами. За нарушение ждет штраф в размере до 2000 рублей. Обратиться с жалобами на нерадивых хозяев можно в управление ветеринарии по Кировской области и в диспетчерскую службу по номеру телефона 64 400. Евгений Абакин, Алексей Зырянов, Бюро новостей Дайвича. Спасли тысячи мальков в Вятских полянах. Школьники, специалисты природного надзора, а также их теологи провели операцию «Голубой патруль». Они выпустили молодняк в реку. Зачем это было нужно и почему мальки могли погибнуть без помощи людей? Подробности в сюжете. В Вятских полянах ежегодно тысячи мальков оказываются в пересыхающих озерах. И могут погибнуть, если их не выпустить в реки и крупные водоемы. Поэтому спасением рыб местные школьники и педагоги занимаются уже несколько лет. Они даже придумали название для этой операции «Голубой патруль». Мы летом, после лагеря, во время лагеря и походов, мы проводим ежегодно, дважды, трижды, там год как, отшнуруются вот эти озера, святки, потому что малек иначе погибает. Очень много озер бывает, нынче вода просто поздно ушла. И переносим довольно большое количество, даже не сосчитать, я не знаю, мы просто ведрами уже только считаем. К школьникам традиционно присоединяются их теологи. Один из таких специалистов по рыбам Олег Кулаков рассказал, в таких пересыхающих озерах встречаются ценные виды промысловых рыб, которые через пару лет станут взрослыми особями товарного размера. В пересыхающих остаются разные виды рыб, там бывает и судак, и лещ, и щука. При спасении присутствовали язь, платва. Вылавливают маленьких рыб участники операции либо с этими, либо с очками. Собирают ведра и выпускают вятку. Как считают организаторы, суть этой операции не только в том, что тысячи рыб обретают новую жизнь. Школьники, спасая мальков, учатся ответственному отношению к природе. В то же время рыбакам нужно быть на чеку. Специалисты предупреждают, и в летнее время можно поймать зараженную рыбу. Какие болезни опасны для человека и как их избежать? На эти вопросы готов ответить Григорий Кунов, замначальника отдела организации противозоотических мероприятий и лечебно-профилактической работы Кировской областной станции по борьбе с болезнями животных. Здравствуйте. Спасибо, что пришли. Вначале я хочу подвести итоги нашего опроса. Сегодня в течение дня в нашей группе ВКонтакте «Девятка ТВ Киров» шел опрос. Мы решили спросить наших зрителей, любят ли они рыбачить. Было несколько вариантов ответа. Да, рыбу едим всей семьей. Да, часто рыбачу, но улов разделяю с друзьями и знакомыми. Нет, это скучно и много слишком комаров. Нет, предпочитаю покупать рыбу в магазине, так как это гарантирует безопасность. И последний вариант ответа – не люблю рыбачить. И на данный момент голоса разделились так. Так лидирует, нет, это скучно и много комаров, так ответили большинство, это 37%. Скажите, а вы выезжаете на рыбалку? Выезжаю, да. Куда чаще всего ездите, на какие водоемы? На рыбу вятку. Вятки? То есть не страшно ловить вятки? Все-таки можно, это безопасно? Ну, если мы говорим о заболеваниях, передающихся от рыбы, в частности, человеку, то, в первую очередь, следует за среднимаемым таком заболевание, как эпистерхоз. Оно вызывается паразитическими плоскими червями. Да, возможно, заражение человека и плотоядных животных, и рыбоядных животных. Но, в первую очередь, заражение происходит от рыб пресноводных, семейства карповых. И оно происходит при, в первую очередь, поедании сырой рыбы или плохо обработанной. То есть вывод делается такой, если вы достаточно хорошо обрабатываете пойманную рыбу, подвергаете ее проварке, либо заморозке длительной, либо просаливанию, то вам ничего не угрожает. Но вам когда-то либо приходилось ловить именно зараженную рыбу, как рыбаку это определить на месте, например? Или это только во время? На месте, к сожалению, вы это никак не определите, потому что личинки данного паразита, они находятся в мышечной ткани рыбы. Это можно установить либо при лабораторном исследовании. У нас данные исследования проводят Кировская областная ветеринарная лаборатория, а также лаборатория ветеринарной санитарной экспертизы при рынках. Если вы желаете, принесите туда, и вам скажут точно, поражена это рыба или нет. То есть получается, чаще всего мы вообще не подозреваем, какую речную рыбу мы именно употребляем? Фактически, да. Заболевание, оно встречается в реке Вятки, хоть исследований не так много, но ежегодно регистрируется. Специалисты областной ветериной лаборатории выделяются в речной эпистархоз. Но это какая-то сезонная проблема? Это чаще всего в летнее время можно встретить зараженных рыб или нет? Рыба, она постоянно заражена. Там нет такого распределения летом или зимой. Она поражена один раз, и всё, она всю жизнь сохраняет в себе эти личинки. Как это может повлиять на человека? Какие последствия? На человека? Ну, на человека, конечно, глические проявления данного заболевания лучше спросить у медиков, чем у ветеринаров. Но фактически, если говорить, предположим, про животных платоядных, у них отмечается после поедания сырой рыбы, если вернук, это есть инкубационный период. Он длится порядка 5-21 дня, после чего может проявляться повышением температуры, общей слабостью, проявляется лихорадка, лёгкая желтуха, желтушность кожных и слизистых оболочек. Потому что паразит этот, проникая в пищеварительную систему человека, либо платоядного животного, попадает, проникает в желчные ходы, и основное место его дальнейшего развития и существования – это печень. Какие-то определенные виды рыб можно назвать, которые чаще всего болеют? Вот вы сказали, это карпы. Ну, семейства карповых туда много. В рыб входит лещ, плотва, карп, карась. Ну, как раз то, что водится в ветки. Да, да, то, что наиболее распространено в ветке. Можно как-то по водоему определить, что именно здесь местность может влиять именно на состояние рыб, на их зараженность или нет? По водоему фактически вы тоже никак не определите это. Потому что, да, у них есть два промежуточных хозяина у данного паразита. Это первый идет моллюск пресноводный. В нем паразит проходит первую стадию созревания, доцеркария. А потом в дальнейшем эта личинка выходит и активно проникает в рыбу, мясо ее. То есть она нападает на нее, прогрозит кожу и уже попадает в мышцы. Фактически по месту вы никак не сможете определить. То есть чистый водоем, грязный, без разницы абсолютно? Ну, не определите его и так. На первый взгляд. Как-то контролируют эту ситуацию в Кировской области по поводу заражения рыб? Предупреждают рыбаков об этом или нет? Какая ведется работа? По поводу заражения рыб, конечно, в ветеринарной службе проводится работа. Материал теми же, предположим, бригадами по отлову направляется в лабораторию. Потому что в любом случае у нас, если вы покупаете рыбу в предприятиях торговли официальной, то она должна подвергаться ветеринарной санитарной экспертизе в обязательном порядке. То есть, в частности, апистрихоз должен исключаться из нее. Из этого следует, что рыбу нельзя приобретать в местах несанкционированной торговли. То есть, это уличные рынки, и это очень рискованно. Спасибо, что сегодня ответили на наш вопрос. Напомню, нас в гостях был Григорий Кунов. Спасибо. Да не знаю, что ли. В Кирове может появиться еще один торговый центр. Его построят вплотную к тому, что уже строится сейчас на перекрестке улиц Московской и Солнечной. Об этом стало известно сегодня в ходе заседания комиссии по экологии общественной палати Кировской области. Общественники собрались обсудить благоустройство реки Люльчинки в том районе. Новость о том, что на небольшом участке Московской и Солнечной, помимо торгового здания федеральной сети, может вырасти еще один торговый центр, для многих стало сюрпризом. Это выяснилось в ходе обсуждения вопросов благоустройства реки. Некоторые члены общественной палаты считают, что бизнес там не старается благоустроить территорию вокруг. Общественники попытались узнать, почему власти не могут потребовать от предпринимателей заняться благоустройством набережной. Выяснилось, что таких полномочий у муниципалитета нет. Более того, прозвучала информация, что вся земля в районе Московской и Солнечной, напротив улицы Ердякова, находится в аренде. И кроме крупной федеральной сети, в строй торговой площади будет местный бизнесмен. Нельзя же строить большой гипермаркет и оставлять в разрухе прилегающую территорию. А в каком виде она сейчас мы с вами себе хорошо представляем. Все ездят по этим центральным улицам и видят, что прошла там вырубка деревьев, которые там по берегам Лючинки произрастали. Илья Вячеславович поставил задачу всем структурным подразделениям, которые имеют отношение к этому вопросу, взять вопрос на контроль, проверить использование земельных участков, наличие проекта, соблюдение правил нужного устройства. То есть взял под личный контроль данную территорию. Утвердили кандидата в общественную палату и обсудили кадровые перестановки. Сегодня прошел очередной комитет Законодательного собрания области. На этот раз он был совместным. На заседании были представители комитета по законодательству и местному самоуправлению, а также комиссии по регламенту и депутатской этике. Что обсудили? Смотрите далее. Утвердили кандидатов. Сегодня депутаты рассмотрели вопрос, кто должен войти в новый состав общественной палаты региона от Законодательного собрания. Всего общественные организации выдвинули 40 человек. Из них депутаты выбрали 16. Таким образом сформирована треть нового состава палаты. В соответствии с новым законодательством одна треть палаты формируется так называемый список губернатора. Губернатор предлагает 16 человек. 16 человек избирает законодательное собрание. Ну и одна треть будет избрана вот этими двумя третями депутатов в августе текущего года. Таким образом формирование палаты будет завершено. Помимо этого депутаты обсудили и кадровые вопросы. Так, из числа председателей комитетов, работающих на освобожденной основе, то есть получающих заработную плату, предлагается исключить главу комитета по бюджету и включить вместо него председателя комитета по социальным вопросам. Данное решение обусловлено объективной необходимостью, требующей постоянной и в то же время оперативной работы по решению задач в социальной сфере. Новый указ президента, майский указ президента Российской Федерации, направлен на увеличение численности населения страны, повышение уровня жизни граждан, создание комфортных условий для их проживания. Поэтому именно на социальный комитет пляшет основная нагрузка по контролю за исполнением указа. Отмечу, что окончательное решение и по комитетам, и по кандидатам в общественную палату будет принято на пленарном заседании 19 июля. Анастасия Шерстнёва, Александр Марченко, Бюро новостей Дайвича. Новые и долгожданные квартиры сегодня получили несколько семей города Слободскова. Их вручили в рамках областной программы по переселению граждан из ветхого аварийного жилья. В этом году она реализуется в 16 районах области. Счастливые обладатели новых квартир рассказали о своих эмоциях Екатерине Зубаревой. Ключи от квартиры номер 2 торжественно вручаются. Годы ожидания обернулись настоящим счастьем. Клара Карпова, как и еще 10 жителей города Слободского, сегодня получили ключи от новых квартир. После торжественной церемонии женщине вместе с семьей впервые предстояло увидеть новый дом. Следуя примете, первым в квартиру запустили полосатого алмаза. За ним вошли и новоселы. Эмоции переполняли и новоиспеченную хозяйку, и всю семью. Вообще, красота такая. Мы очень рады. Впечатление захватывает, сердце стучит. Эмоции переполняют. Мы очень счастливы. Смотрите, все сделано. Остается только занести мебель, и можно жить. Это же надо. Об этом только можно желать. Это на самом деле воплощение в реальность мечты. Новые квартиры жители Слободского получили в рамках областной программы по переселению граждан из аварийного жилья. Она реализуется в регионе с 2013 года при софинансировании государственной корпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ». В программу попали дома, которые были признаны аварийными до 1 января 2012 года. Когда вручали ключи первым слободским семьям, которые получили новое жилье, говорили, что новоселье следующее не за горами. Так и получилось. Мы готовы отмечать ваше новоселье каждую неделю. За время реализации программы «Комфортные квадратные метры» получили больше 7 тысяч человек. Однако работа по переселению будет продолжена. У нас осталось еще 2016 человек переселить из аварийного жилого фонда. Мы в этом году реализуем эту программу. И до конца, до декабря 2018 года эти все жители будут переселены. В этом году в программе участвуют 16 районов Кировской области. И сейчас активно идет строительство новых домов для переселенцев. Сейчас небольшая пауза. И вот о чем мы расскажем во второй части нашего выпуска. Не увеличивать. Представители профсоюзов провели митинг против поднятия пенсионного возраста. Петь, плясать и заниматься спортом. Кировским пенсионерам рассказали и показали, как проводить время. «Лужа как море». В интернете обсуждают видео, на котором мужчина купается во дворе в сточных водах. Это «Давичи» и мы продолжаем. Десятки организаций, плакаты и лозунги. В сквере имени Степана Халтурина в понедельник прошел митинг против повышения пенсионного возраста. Участие в нем приняли более 500 человек. Как молодежь, так и пожилые люди. Организаторами стали областные профсоюзы. Своё «нет» в пенсионной реформе со сцены высказали представители общественных организаций и партии. Во время митинга каждый мог поставить свою подпись против повышения пенсионного возраста. Это сделали 500 человек, сообщили в областном профсоюзе. Напомню, что сбор подписей был организован 22 июня и закончился 16 июля. За это время удалось собрать более 38 тысяч подписей. Теперь их отправят в Госдуму. Не согласна. Пусть я даже уже пенсионерка, но вот у меня ребенок работает. Ей бы через два года на пенсию выйти и посмотрите, что у нас творится. У меня большое сомнение, что деньги, которые привлекутся благодаря повышения пенсионного возраста, пойдут именно на это дело. У нас все-таки в стране очень много народа не доживает. Вопрос, где эти деньги, тех людей, которые не дожили до пенсии. Я смотрю на своих родителей и понимаю, что они могут не дожить до пенсии. А мне хочется, чтобы они пожили еще для себя. Потому что люди в 60 лет уже не пройдут ни одну медицинскую комиссию. Ни один водитель, он не сможет работать в таком возрасте. Это уже Россию толкают к нищете. А сегодня тот же сквер заполнился уже действующими пенсионерами. Там стартовала акция активным поколением. Для людей старшего возраста до конца недели ежедневно будут проводиться различные мероприятия. Какие, расскажет Анна Стефаненкова. Первый танец, второй, третий, а дальше песня. Всего Сергей Махрин на городской акции «Активное поколение» исполнил 16 творческих номеров. Говорит, к такому количеству выступлений привык. Вокалом и танцами в коллективе Новомедянского психоневрологического интерната. Мужчина занимается с детства. Ищем новых друзей, очень много знакомых. Очень часто видаемся. Вот на таких мероприятиях мы очень часто видаем. Очень хорошие знакомые. На городской акции «Активное поколение» в сквере Степана Халтурина собрались не только выступающие, но и многие другие кировчане преклонного возраста. Мы надеемся, что пожилые, которые выходят на пенсию, у которых появляется свободное время, не будут замыкаться дома. Будут искать для себя новое направление своей жизни. И поэтому, возможно, мы очень надеемся, что они попробуют то, чего не пробовали еще никогда. Определятся для себя в чем-то, а может быть, и выберут несколько направлений. С 10 утра для участников спортивная зарядка, а дальше открываются площадки по интересам. Кто-то учится в скандинавской ходьбе, кто-то рисует портреты, готовит поделки из газеты или бумаги. Другие участвуют в турнирах по теннису или шахматам. В свободное время играть, отдыхать культурно. Отдохнуть культурно кировские пенсионеры могут до конца этой недели. Акция завершится 22 июля. На официальном закрытии организаторы выберут самого активного участника. Остальным подарят сборники с подробной информацией о местах досуга в городе. Анна Стефаненкова, Алексей Зурианов, Бюро новостей Давича. Далее о новостях, которые сегодня обсуждают в интернете, расскажет моя коллега Евгения Бакина. Женя, тебе слово. Добрый вечер. Снова облили. В интернете появилось скандальное видео, как лидера ЛДПР Владимира Жириновского окатили пиво. Инцидент произошел после матча Хорватии и Франции. Политик решил присоединиться к фанатам, которые отмечали чемпионат мира по футболу на Никольской. На улице было много людей, но не все оказались рады визиту Владимира Жириновского. Один из фанатов неожиданно плеснул политика пиво. Обидчиком оказался Глеб Струнников, 27-летний журналист небольшого интернет-издания. Нападавшего схватили, но не сразу увели в отделение полиции, а подвели мужчину к Жириновскому, который, в свою очередь, отвесил несколько ударов по голове. Завылитая пила Струнников проведет ближайшие 14 дней за решеткой. Врач скорой помощи вывела коллег из себя. В интернете обсуждают девушку, которая в социальных сетях выставляет фотографии в полуголом виде. Анастасия работает на московской подстанции. Она выкладывает в сеть фото в нижнем белье и не только. Порой провокационные кадры девушка делает прямо в форме сотрудника скорой помощи. Женщины коллеги не вытерпели и попросили Анастасию удалить обнаженные фотографии. Они считают их неподобающими для медработника, информирует паблик МЭШ. Открыл купальный сезон в луже. Кировские ленты новостей попал в видеоролик, где мужчина устроил заплыв в озере. Оно образовалось после дождя во дворе одного из домов, расположенных в микрорайоне Солнечный берег. Теперь кировчане выдвигают свои версии, что побудило мужчины нырнуть прямо в лужу. Одни говорят, нет возможности выбраться на городской пляж. Другие считают, причина такого поступка кроется в отсутствии горячего водоснабжения. У меня на этом все. До встречи. Таким был этот вторник, 17 июля, глазами наших корреспондентов. Делать новости вместе с нами, сообщать о событиях в редакцию Дайвича по телефону 38 48 88. На этом я с вами прощаюсь. В студии работала Ксения Фрик. Всего доброго и до свидания. Одежда ведущей предоставлена магазином стильной женской одежды «Сержинетти». Сержинетти. Продолжение следует... Продолжение следует...